В Тульской области значительно увеличился объем инвестиций в обрабатывающее производство. Об этом стало известно на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина. В числе проектов, которые планируется реализовать в текущем году, строительство литейно-прокатного комплекса «Тулычер Медсталь», новые линии по производству моющих средств «Проктер энд Гэмбл», а также станции разделения воздуха для производства жидкого и газообразного кислорода и азота и аргона «Криогаз Тула». В настоящее время уже завершено 7 проектов с общим объемом инвестиций более 11 миллиардов рублей. 15 инвестиционных соглашений в 2017 год, более 83 миллиардов рублей, более 2000 рабочих мест. В текущем году уже заключено 27 инвестиционных соглашений с объемом инвестиций свыше 120 миллиардов рублей и созданием более 3700 рабочих мест. Историческая битва. Так пользователи сети интернет назвали драку возле тульского Кремля. Видео снял очевидец. На кадрах двое мужчин выясняют отношения. Одному из них удается повалить оппонента, и тот получает пару ударов ногой. Прекратить избиение пытаются очевидцы, но агрессивный победитель с угрозами начинает наступать и на прохожего. Чем закончилась драка, а равно как и о ее причинах, автор видео не сообщает. Тулики заняли второе место на региональном этапе спартакиады пенсионеров в Новомосковске. 15 команд из всех муниципалитетов области сражались за право представить Тулу на всероссийских соревнованиях. Из тафета, кросс на тысячи метров, стрельба, плавание и многое другое каждый участник мог попробовать свои силы сразу в нескольких видах спорта. София Кириллова расскажет подробности. Спокойно не получается. Все участники команды болеют и переживают друг за другом. Атмосфера на региональном этапе спартакиады пенсионеров в Новомосковске очень дружеская, но соревновательная. Не назовешь их пенсионерами. Судя по тому, как они разминаются, не каждого и догонишь. Борются за то, чтобы представить Тульскую область на всероссийском уровне. Это, наверное, первое. А второе и самое главное, наверное, показать всем, как нужно вести здоровый образ жизни, как нужно вообще жить. В каждой команде восемь участников, двум из которых по правилам должно быть не менее 70 лет. Мы и на ГТО вместе с зимним, и на летним, где угодно. Мы встречаемся очень часто, поэтому быстро собрались. Список соревнований внушительный. Началась спартакиада с комбинированной эстафеты. Затем кросс на тысячу метров под дождем. Следующие этапы проходили в помещении, однако высохнуть удалось не всем. В плавании на 50 метров вольным стилем многие участники установили личные рекорды. С каждым годом команд все больше, народ интересуется. А потому что люди очень полюбили спорт и знают, что они еще в молодости не все, не все свои возможности показали. И сейчас вы посмотрите на них, это, ну дети, как они себя ведут, как они, азарт какой. Тем же, кто в воду не полез, все равно пришлось попотеть. Многие участвовали сразу в нескольких видах соревнований. Настольный теннис, шахматы и стрельба из пневматической винтовки на 10 метров. От каждой команды обязательно выступали двое – мужчина и женщина. А вот дротики в дарце кидали все участники. Большая нагрузка легла и на областной комитет, и на училище Олимпийского резерва. И вся объединенная судейская коллегия. Все отрабатывали, промеряли до сантиметра. Подбирали судейский состав, сверяли, что нужно приобрести, что дополнительно, что должно быть с запасом. На всякий случай все-все вопросы, тем более вопросы безопасности, здоровья. По итогам соревнований тульская команда заняла второе место. На третьем – Щекинский район. Лидером стал Новомосковск. До конца августа организаторы сформируют областную сборную, которая будет защищать честь Тулы на всероссийской спартакиаде в Новосибирске. София Кириллова, Игорь Щепотев, Новости Тулы. Евгений Авилов рассказал губернатору региона Алексею Дюмину, что изменилось в центре города. Напомню, в начале месяца глава региона осмотрел главные улицы вместе с руководством администрации оружейной столицы. Анна Молодцова продолжит тему. О благоустройстве города тулики и туристы судят не только по открывающемуся из окна автомобилевиду, но и по пешим прогулкам. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в начале текущего месяца осмотрел центр города и отметил, состояние исторического центра оставляет желать лучшего. Картину портят неухоженные фасады зданий, состояние остановок и мусор. Глава администрации Тулы Евгений Авилов на оперативном совещании уверил, большая часть отмеченных недочетов устранена. Проспекту Ленина, дом 28, неистанционированная свалка ликвидирована, демонтированы бетонные конструкции. Значит, данное здание на сегодняшний момент собственник найден, ему представлены требования по демонтажу данной постройки. По замечанию Алексея Дюмина, главы территориальных управлений города должны на системной основе выявлять проблемные точки и устранять их. Задача, конечно, это главы территориальных управлений смотреть и видеть то, что происходит, то, что разрушается, то, что требует руки хозяйственника. Поэтому надо дать ему определенный послуг, чтобы почаще ходили пешком по улице и смотрели то, что происходит в зоне веренной ответственности. Нарекания возникли и к качеству пешеходных и подземных переходов, арочных переходов между домами и асфальта. Сейчас на улице Советска идет масштабная замена тротуарной плитки от Староникидской до Мосина. На всем протяжении участка обустроят сходы для людей с ограниченными возможностями. Это порядка 9 тысяч метров квадратных плиточного покрытия будет устроено и порядка 5 тысяч метров квадратных асфальтобетонного покрытия. Данные работы носят комплексный характер. Также будет обустроен парковочный заездной карман. По словам Евгения Вилова, все работы завершатся до 1 сентября 2018 года. Глава региона особо подчеркнул, улицы должны быть благоустроенными. Содержание города в чистоте и порядке – необходимость. Анна Молодцова, Сергей Давыдов, Новости Тулы. Тульский арсенал завершил подготовку в Австрии. На третьем сборе канониры встретились с голландским Утрехтом. Счет в матче открыла команда Кононова. На 20-й минуте Сергей Ткачев реализовал пенальти. Голландцы ответили точным ударом, а в середине второй половины игры вышли вперед. Главный тренер арсенала после пропущенного гола решил освежить игру молодыми футболистами, но результатов это не принесло. 2-1 в пользу голландцев. Ну, тот рисунок, который у нас был первые 20, ну, может быть, 30 минут, да, нам не удалось сохранить. Как я сказал, мы отдали инициативу сопернику. Вот. И опять же, я думаю, что уже определенное просматривается рисунок игры, и это самое главное. К этой минуте у меня все. Более подробная картина дня на нашем сайте tsn24.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова